Что там за машинка сегодня? Ничего, сегодня будем ремонтировать тещин Атлант. Приехал к нам клиент, говорит, у меня вот тут есть стиралка тещина, говорит, надо ее как-то отремонтировать, чтобы она еще вот немного поработала. Сейчас посмотрел на эту машинку поставили, и Саня говорит, что что-то здесь деньгами не пахнет. Что столько, сколько здесь обойдется ремонт, вряд ли кто захочет заплатить. Вот, ну не знаю, машинка, конечно, такая подуставшая. Такое впечатление, что в ней в футболы играли, потому что местами она даже мятая. Корпус, битая какая-то, ну не знаю, сейчас будем разбирать вообще, смотреть, что с ней. Начало здесь уже интересное, кто-то откусил вилку. Обычно так делают, когда машинка не подлежит ремонту, на мусорку. Всем привет! Привет! В этом видео мы будем ремонтировать старенький Атлант, у которого заклинил барабан. Для начала нам просто необходимо установить вилку и включить стиральную машину в розетку, потому что вилку почему-то здесь откусили. Разбирай пока вилку, я зачищу провода, чтобы мы ее для начала вообще включили и посмотрели, что с ней. Учитывая, что у нас заклинил барабан и он совсем не вращается, нам необходимо сначала снять ремень, если он там еще остался, и тогда только проверять стиралку. Слушай, как ни странно, ремень абсолютно живой. Я бы сказал, почти как новый. Такое впечатление, что кто-то его менял. По-моему, тут кирдык крестовини. Думаешь, крестовини? Есть большое подозрение. А может, что-то постороннее, какой-то предмет еще похоже. Внутри как заклинило. Так, ну ладно, с этим мы сейчас будем разбираться. Мусор в насосе, похоже, есть. А, подожди, мы смотрим, как барабан закрутится. Ремень-то снятый. Но мотор вращается. Довольно тихо. Ну что, разбираем? Давай. То есть пациент скорее жив, чем мертв? Ну то, что мотор вращается, это уже хорошо. Но по факту, несмотря на то, что такое, скажем, внешне, она действительно убита, насос работает, слышно, там есть какой-то мусор, мотор вращается. Остается разобраться, что с барабаном, почему он заклининен, посмотреть. Но для этого нам придется сейчас разобрать, полностью расколоть бак. И с большой долей вероятности, что мы ее сделаем, и она еще послужит клиентам. Слышишь, Вова? А, запах денег появился? Меня очень часто, кстати, в комментариях просили, отремонтируй Атлант или расскажи нам что-нибудь про Атлант. К сожалению, не знаю, или к счастью, Атлант мне попадается в мастерской крайне редко. Вот так, чтобы можно было снять видео. Вот у нас попался, конечно же, старенький Атлант. Скажу честно, современных Атлантов мне не попадалось уже давно. Вот, поэтому про современные Атланты я, к сожалению, вам ничего не могу рассказать. Не знаю, стоит их сейчас рекомендовать или нет. Но вот эти вот старенькие Атланты, те, которые, например, такой, как этот, в принципе, это бюджетная неплохая машинка за свои деньги. Да, то есть в ней нет ничего абсолютно такого особенного. Это просто обычная, простая, недорогая стиральная машина. Что обычно, ну вот, в принципе, чем мне Атлант нравится, что он, ну, во-первых, доступность запчастей есть. Вот, ну и во-вторых, в Атлантах до сих пор еще, ну, во всяком случае, те Атланты, которые мне попадались, в них до сих пор разборный бак. То есть можно довольно просто, как сейчас, например, разобрать бак, поменять подшипники или что-то вытащить. Вот, не знаю, мы сейчас увидим, что мы здесь будем делать. Как в современных Атлантах, опять же, повторюсь, не знаю. Мне очень давно, так скажем, ну, более-менее свежие модели почему-то не попадались. Саня, а ты что скажешь за Атлант? Нормальная машинка, только мне нравится, что бак надо всегда вытягивать вверх. Ага. А так вообще, ну, есть какие-то проблемы в ремонтах? Бюджетка. Обычная бюджетная машинка. Ясно. Ну, окей, разбираем. Здесь уже можно ничего не снимать. О, смотри, тут кто-то модернизировал. А, получается. А что тещина? Почему тещина? Ну, я же говорил, что мне клиент привез, говорит, что это тещина машинка. Теща приехала в гости и привезла машинку на ремонт. Он говорит, так что бегом ремонтируйте уже. Говорит, пока не отремонтируйте, она не уедет. Так, но тут не в этом вопрос. Я смотрю, что машинка реально где-то кувыркалась. Ну, прям, видно, падала. Потому что вон висит все на хомутах. То есть вот даже крепление, крепление платы оборвано. И все, на чем она держится, это вот на хомутах. А, это, наверное, удар такой был здесь. Смотрю, такой шов здесь мятый-мятый, видишь? Такой, вообще, кто-то его ковырял. Но это, видимо, удар здесь был просто в эту сторону. И кто-то ровнял. Ага. Она расклеилась. Кто-то ровнял. Блин, ну тут, конечно, подшипники совсем мало. Маленькие. 203-й, а там 204-й, скорее всего. Доказательства в сторону твоей гипотезы. Куски крестовины. Тут их много. О, тут еще, смотрю, и куски бака. Тут по баку хорошо терлось. Офигеть. Полный патрубок. Полный патрубок. Еще крестовина. Походу, это и в насосе тарабанило. Слушай, там нормальная крестовина. Я такого еще не видел, чтобы она так по кускам ее доставать из насоса. Так, ладно, разбираем дальше. Наклоняй на эту сторону. Мы тут провели небольшое расследование. Дедуктивным методом установили, что эта машинка была куплена уже битая. То есть, мы видим, что вот с этой стороны у нас есть след того, что эта машинка действительно довольно сильно падала на бок. Именно потому, что она упала на бок, у нее выломаны фактически все крепления. Крепление платы, крепление клапанов. И при этом же возникает вопрос. Бак должен был быть закреплен на транспортировочных болтах, которые не дают баку внутри двигаться во время транспортировки. И так оно и было. И в подтверждение этому мы видим деформацию корпуса в районе крепления транспортировочных болтов. То есть, эта машинка упала либо во время транспортировки, либо где-то в самом магазине была куплена и битая. Ну или в лучшем случае она упала уже у клиента, когда он ее забирал с магазина. То есть, получается, тещи машинка заведомо попала битая. Кто-то очень сильно любит свою тещу. Но при этом, несмотря на то, что она была заведомо битая с самого начала, машинка отработала своих 10 лет. Дата производства этой машинки 2011 год. То есть, ровно 10 лет. Крестовина, как мы понимаем, развалилась. Сейчас мы посмотрим, можно ли будет ее сделать, эту машинку. Но, опять же, несмотря на то, что крестовина развалилась, стоит понимать, что 10 лет она отработала. И если мы ее сделаем, еще, я думаю, лет 5 отработает, правда? Может и больше. Продолжение следует... Да, долго его тут терло. Нет. Что нет? Не долго. Не долго? Ты имеешь в виду, что... Да где же не долго? Посмотри, в некоторых местах он, смотри, как спилило металл прям. Смотри, тут он просто некоторыми местами, где он больше выступал. Вот. Его просто в этом месте, смотри, вот этот луч крестовины лопнул. Его туда прогибало. И смотри, здесь нормально протерло. Он не лопнул. Кто? Крестовина не лопнул? Ну, значит, повело ее. Значит, повело ее. Ну вот. Боже, боже, Лида, Лида. Вот что бывает, плохой порошок, ушастый нянь. Кстати, надо спросить, или это он реально был. Ушастый нянь и глина. И что? И глина? Глина. Отличный тандем для мастера по стиральной машине. У меня бабушка когда-то этот постоянно, ушастый нянь тоже. Такой хороший порошок, детский. Я разбирал ее, потом машинку. Нет. Нет, ты поменял просто. Да, мы ее просто заменили. Это, не знаю, это не то же бы антиреклама, но не покупайте этот порошок. Это просто вот от всех мастеров слышу, что плюются. Нет, мастера не плюются, мастера деньги зарабатывают. Хотя я тебе скажу, один раз была реально чистая машинка, но ушастого няня они сыпали чуть-чуть, немного. А кто по ведру? Ясно. То есть он налипает, да, получается? Да он, я не знаю, там вообще какая-то, я не знаю, что там в этом порошке. Субстанция? Ну вот смотри, да, она вот такая вот, посмотри какая она. Некрасивая. Смотри, вот что вот это такое, видишь? То есть это химическая реакция с алюминием или вообще? Да я вообще не знаю, что там, смотри, вот, смотри, прям как сосульки, прям, видишь? Сталоктиты, сталагмиты, да? И оно вот это вот, все это крестовина вот так вот обрастает, вот этим, извините меня, за говном вот этим зарастает. Я не знаю, что это, но это что-то ненормальное. Так не должно быть. Так, теперь надо искать крестовину и переднюю крышку такую. Сейчас посмотрим, есть ли у нас это в наличии. Если нет, будем заказывать. Алло. Здравия. Да, привет, Андрей. Здравия. Это Владимир, мастер по стиральным машинам. Я понял. Смотри, у меня такой вопрос. Ну, во-первых, в машинке сгнила крестовина, ее необходимо будет менять и протерла переднюю крышку. Но это мы сделаем, там, в принципе, ремонт, стоимость новой крестовины, там получится где-то, наверное, в районе тысячи, сейчас, так, плюс-минус тысяча где-то 600 гривен. Это замена подшипников, новая крестовина и новая передняя крышка. Вот. Но у меня вопрос, я вообще звоню по-другому вопросу. У меня вопрос, можешь узнать, теща, каким порошком стирала? Очень интересно. Марку порошка. Да, вряд ли она мне такую информацию даст. Ну, все равно спроси, что она ж помнит, какой она обычно покупает порошок. Ну, там, фото вообще жеки, там, и соседка стирала, там, сборная Украины. Угу. Я понял. Но, тем не менее, поинтересуйся, мне интересно. Поспроси, что она тебе ответит. Слушай, а что она там, по электронике говорит, что она что, задымела? Задымела? Ну, да. И она включается вообще? Не, ну мы ее включили перед тем, как разбирать. Мы ее включили, мотор запустился, стирка запустилась. То есть, вполне возможно, что это из-за того, что заклинило, получается, крестовина сгнила, барабан заклинил, и он тер по баку. Протерло бак, и, возможно, что это из-за этого воняло, потому что запах был именно какой-то, например, пластика плавленого, или еще что-то типа этого. То есть, я саму электронику нигде ничего не проверял, визуально все вроде бы целое, мотор запустился, насос запустился, как бы, тут вроде претензий особых нет. Хорошо, хорошо. Все, я тогда буду ждать ответа, очень интересно, что за порошок был, хорошо? Хорошо, что убил машинку или сам? Ну, да, 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 то есть, там мы предполагаем, что это из-за, ну, вообще и возраст 10 лет машинки, но плюс там видно прям, что отложения такие, как от порошка плохого. Вот у нас, мы хотим либо подтвердить, либо опровергнуть наше предположение. Угу, не понял, хорошо, спрошу. Угу, все, спасибо, давай. Доброго, давай. Ну, все, узнаем сейчас ответ. Ну, я думаю, что в общежитии, особенно если еще и соседи пользовались, что-то брали самое дешевое. Ну, вот, но все равно интересно. Что-то я, короче, посчитал все-таки по запчастям, не получается то, что я пообещал, считай, 1600. Ты считаешь, 1600 это, ну, чуть меньше, наверное, или где-то так. Тысяча крестовина, где-то 300 крышка, это уже тысяча, а 1100 крестовина, 300 крышка, плюс подшипники, это, считай, 1600, только 1500, 1600 только себестоимость запчастей получается. Еще заработать, считай, сколько гривен, 400, 500. Ну, то есть, не, ну, да, с крестовиной, ну, где-то 200 получится, да, так получается по этому. Да не, ну, приблизительно все равно, вот, ну, дороговато, ну, дороговато, ну, из-за крестовины дороговато. Если бы бак пришлось пилить, то было бы еще дороже. Я же тебе говорил сразу, запаха денег не слышу. В смысле не слышу, сначала услышал, потом нет. Вот, ладно, сейчас мы эту цену согласуем с клиентом, новую. Я думаю, он согласится все равно за такие деньги, в принципе, это нормальная цена для подобного ремонта. Машинка, конечно, такая чуть убитая, но за такие деньги он даже близко ничего похожего не купит. А она еще после ремонта поработает, должна поработать нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Смотри, она приросла. Смотри, кусок остался здесь, ты вырвал. Этого вам в рекламе стиральных порошков не покажут. Слушай, мы всегда играемся сначала с этим сальником, а потом все равно берем выпрессовку. Берем выпрессовку сразу. По-моему, ты что-то неправильно делаешь. Все неправильно делаю, мы же выпрессовываем. Гайка ставится вверх ногами. Дальше мы ставим вот эту штуку. Вот так. Дальше это сюда вставляем. И накручиваем сюда. Ну, что не так? Ты еще будешь учить моей выпрессовкой пользоваться? Я по-другому делал. Ну, что, я не могу вот такой штуки. Этого. Отром. Этого. Этого. Эти. Этого. Эти. 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 А, ну да, смотри, точно тут начало же, видишь, тоже разрушаться это место. Главное, внутрянка, чтобы было более-менее. Нет, внутрянка, да, тут будет нормально. Конечно же, в том состоянии, в котором здесь были подшипники, оставлять их нельзя. Поэтому мы их сняли, сняли подшипники-сальники, устанавливать будем сюда новые подшипники компании SKF. Поставляются они вот в такой вот верпуловской упаковке. Значит, это оптимальный вариант по цене и качеству. Значит, 204-й закрытый металлом SKF и 203-й. А также будем устанавливать оригинальный атлантовский сальник 25 на 47,1 на 8, дробь 11,5. А ты, кстати, обратил внимание, как подшипник легко вначале вставился в том месте, где сальник? Сальник реально должен быть не 47, как часто ставится, а 47,1, что он будет чуть прослабленный. А подшипник имеет размер 47. Ну, поэтому он там вначале так и вставился, считай, под пальцы. Аплодисменты. Да, это такое. Продолжение следует. Да, это скорее всего. не думает никто что это водашка я не знаю все что думает но это не водашка это специальное средство для обезжиривания это специальное средство для обезжирения 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 конечно глупо было сомневаться в том что у нас есть в наличии крышка и крестовина собственно мы поэтому и магазин мастер плюс вот потому что продаем запчасти для бытовой техники у нас огромный ассортимент запчастей в наличии ну конечно же есть и под заказ вот поэтому мы поставили новую крестовину ставим еще вот сейчас переднюю крышку новую мы не стали уже заморачиваться с той старой ну нету смысла эта крышка стоит в районе в розницу там по-моему в районе 300 или 300 с копейками то есть это условно 10 долларов крестовина конечно подороже крестовина стоит 1100 почти гривен чуть меньше это где-то наверно 30-35 долларов получается и 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 кстати еще при разборке обратил внимание что в этой машинке стоят уже не оригинальные амортизаторы их уже кто-то менял значит и в чем тут проблема это в том что этот амортизатор на своем месте очень сильно болтался то есть если мы посмотрим на его крепление он тут довольно сильно во первых болтается вот так то есть такое впечатление как будто палец тут тонкий внутри и помимо этого он еще имеет вот такой вот ход это конечно же влияет на то что амортизатор во время стирки скажем может стучать да стучит он стучит амортизатор может во время стирки стучать что мы можем сделать для того чтобы этого не было или точнее что надо было бы сразу сделать когда менялись амортизаторы во первых так бывает что палец немного отличается от внутреннего диаметра именно поэтому у нас очень часто с амортизаторами идут вот такие вот пластиковые втулки это как бы утолщитель пальца то есть мы втулку вставляем во внутрь амортизаторы и уже палец вставляем в эту втулку таким образом амортизатор на пальце будет сидеть уже значительно плотнее так как нами надо но для того чтобы амортизатор не болтался еще вперед назад на этом пальце саша мне подсказал вот такой лайфхак берем одну или несколько вот таких пара нитовых прокладок на три четверти дюйма и устанавливаем с одной или с обеих сторон от амортизатора все теперь у нас амортизатор сидит здесь жестко он уже никуда не болтается он конечно имеет определенный ход как и должно быть но при этом он абсолютно не болтается и уже не будет здесь стучать амортизатор 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 ь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok